Всем привет! Меня зовут Роман Тарасенко, и сегодня вместе с Bittrex24 мы оказались в будущем. Сейчас пойдем знакомиться с одним крутым бизнесом и узнаем, как можно построить бизнес на стыке медицины и робототехники. Поехали! История одного бизнеса. Компания Моторика. Компания Моторика. Может, киборг мы узнаем в разговоре с Сергеем. Сергей, привет! Приветствую! Слушай, как вообще началось твое знакомство с Моторика? С чего оно началось? Началось с того, что я начал активно интересоваться протезированием. Все мои знакомые, весь мой круг общения знал об этом, и мне дали контакт нынешнего генерального директора. К тому времени компания была, может быть, только потенциальная, то есть не была на рынке. Я с ним познакомился, он мне показал протез, который он сам собрал своими руками. Он мне показал, как он работает, какие у него идеи, что можно еще сделать, кроме функционала основного, то есть что-либо другое подключить к протезу. Мы поддерживали общение в течение, наверное, лет двух. Встречались периодически, переписывались, и когда уже компания Моторика вышла на рынок с биоэлектрическими протезами, тогда и поступило предложение изготовить мне две штуки, соответственно. Ух ты! Это очень классно, конечно. И сейчас ты киберпилот. Кто такие киберпилоты? Я лично, я тестирую протезы, пилот. Почему? Потому что пилотирую протезы. Еще, кроме того, что я тестирую, есть такие соревнования, как кибатлетика или кибатлон. Это уже мирового масштаба, где люди с разными техническими средствами реабилитации, в том числе с протезами, выполняют какие-то бытовые задачи. То, что там нарезать хлеб, повесить куда-то вещи и прищепить, прищепкать, да, и лампочку закрутить. И у кого это быстрее, лучше получается, у того, соответственно, место лучше. И к чему я говорю, что я еще пилотирую протезы на этих соревнованиях. Я представляю нашу команду, мне интересно представлять моторику, потому что я уже пять лет работаю, мне они близки по духу, и это очень здорово. Перед каждым бизнесом, вне зависимости от того уникальности, стоит вопрос, где найти клиентов, кто наши целевые клиенты, и как выстроить все взаимоотношения с клиентами так, чтобы бизнес получал прибыль, а клиенты были максимально удовлетворены. Все это мы обсудим с исполнительным директором моторики Русланом Бабинцевым. Давай начнем сразу же с разговора о клиентах. Кто они такие? Как вы выстраиваете с ними взаимоотношения? И в целом, есть ли какие-то принципиальные особенности у вашего бизнеса по взаимоотношению с клиентами? Мы работаем с детьми, начиная буквально с двух лет и до взрослых. Но, соответственно, с детьми это их родители, это не только сам ребенок. Это длинный цикл сделки с точки зрения бизнесовых терминов – продажи. Он длится несколько месяцев. Мы очень внимательно сопровождаем сам процесс, как человек готовит документы, оцениваем возможность протезирования, подбираем изделия, индивидуальный дизайн. Сопровождаем очень внимательно и подробно саму сделку, сам процесс. И затем стараемся поддерживать отношения на регулярной основе. Для этого прям целую службу завели, называется клиентский сервис. Как вы в целом устраиваете весь путь взаимодействия с клиентом? У вас есть какие-то специальные карты, как вы это картируете в рамках CGM? Или это все носит такой индивидуальный характер, потому что все клиенты все равно разные? Слушайте, на очередном этапе роста это становится невозможно делать на листочке, на бумажке, на коленке, потом в Excel, каким бы там он тоже функционалом не обладал. И это рано или поздно приходится делать с помощью специализированного ПО. У нас в компании несколько таких продуктов. С точки зрения работы именно с клиентской базой, это Bittrex. И с его помощью вот в том инструментарии, который в нем живет и даже меняется, а у нас есть такие кейсы, когда мы обращались по нашей инициативе, по нашему запросу, какие-то дополнения, изменения возникали, появлялись. Мы смогли туда построить как раз вот этот жизненный цикл клиента и нарастить его на всех этапах каким-то инструментарием автоматизации. Мы смогли вытаскивать аналитические отчеты, строить дашборды. Реал-тайм у нас всегда актуальная информация, и мы там еженедельно или там по разным показателям смотрим, как пульс меряет доктор своему пациенту, так и мы смотрим за компанией вот в цифру. Все, что можно оцифровать, все стараемся цифровать. Вручную невозможно нереально. Наша задача, наша амбиция – кратно продолжать прирастать. И вот без этой автоматизации, без работы роботами – это просто нереально. Маркетинг – это все-таки для моторики – это больше про цифры или про человеческие эмоции? Ты знаешь, тут симбиоз. Тут без эмоций никак. И это реально иногда очень трогательно, иногда это очень личная история. Для людей, которые в нашей клиентской базе – это всегда очень личная история на всю жизнь. И для их родителей, и для их родственников, и для их друзей. И когда в этом происходит какое-то изменение позитивное, киборги такого вообще раньше не видели и не слышали, происходит такая инверсия, когда человек выходит из тени и говорит, «А я теперь не такой, как все. И это круто. И меня можно брать за руку. Я могу мячик с крапивы достать. А вот такой яркий гаджет с мультгероями, с супергероями – у нормальных такого нет. А я более крутой. Я не изгой». Вот маркетинг про эмоции – неразделимая вещь. Очень важно поддерживать постоянно отношения с клиентом. Для нас использование им нашего изделия – это один из ключевых показателей эффективности работы компании в целом. Насколько оно качественное, насколько оно правильно было установлено, насколько человека смогли научить им пользоваться. И он применяет его в повседневной деятельности. Если нет, положил на полку – аларм, тревога. Значит, что-то пошло не так – ищем. И вот эта постоянная работа – это залог нашего роста. Поэтому здесь для нас это ключевой показатель деятельности компании. Сейчас у нас будет прямой созвон с директором по развитию «Моторики» Василием Хлебниковым, который сейчас в Индии и занимается развитием компании на Азиатский регион. «Моторика» сейчас. Что это с точки зрения всего, что ты хочешь сказать? С точки зрения бизнеса, с точки зрения команды, с точки зрения объемов продаж? Вот все, что ты можешь характеризовать как «Моторика» сейчас? Во-первых, это мощнейшая команда. Нереально крутых профессионалов, очень заряженных своей целью, миссией. У нас достаточно такое сильное, исплоченное, опять же, что очень хорошо, комьюнити пользователей. И «Моторика» – это уже не просто производитель технических средств реабилитации или протезов. Это некий такой, даже не побоюсь этого слова, лайфстайл-бренд. Потому что мы с нашими пользователями взаимодействуем не только в рамках нашего продукта, как киберруки. А в целом взаимодействуем и в контексте различных жизненных ситуаций, обстоятельств. Когда люди тебя встречают, а я видел, что люди все равно обращают внимание, то какие у людей эмоции с тобой взаимоотношения? Они говорят, слушай, как это круто, как это вообще работает, вот что люди говорят. Потому что выглядит это, правда, круто, и ощущение будущего, оно не покидает просто ни на секунду. Большинство людей ведут себя спокойно. Ну, естественно, как люди воспитанные, да, они обязательно будут что-то говорить. А некоторые проявляют активный интерес, подходят, спрашивают, просят показать, рассказать, и так далее и тому подобное. И это всегда приятное внимание. Это приятное внимание. То есть это не обижает, если ты подходишь и спрашиваешь, слушай, как это круто вообще. В нашей компании есть такая идея кибергизации. Мы называем всех наших пользователей кибергероями или кибергами, или киби-героями, если это дети, к примеру. Большинству нравится очень идея, естественно, это может быть взрослым людям, то есть кому там за 40, я не знаю, за 50 неинтересно заморачиваться, у них своя уже личная жизнь и так далее и тому подобное. Молодежи это очень нравится, и очень здорово, что люди не чувствуют себя ущемленными, не людьми-инвалидами, они чувствуют себя особенными и в положительном смысле этого слова. Это очень здорово и прикольно, когда человек, имея такую особенность, чувствует себя открыто, и это влияет даже на его окружение, не только на него. Слушай, я знаю, что вы используете Bittrex 24. Какие инструменты вы используете активно из Bittrex 24 и как они вам помогают? Ну, в первую очередь CRM. CRM, по-моему, это основа вообще любого взаимодействия с клиентами. У нас есть такое правило, чего нет CRM, того нет. Если кто-то к кому-то обращается по какому-то вопросу, по какому-то клиенту, он обязательно делает либо это в CRM, но если это через комментарии или таски, но если там это, допустим, нужно срочно, то как минимум со ссылкой на CRM. Вот. Каждая коммуникация с пользователем, причем до того, как, точнее, как на этапе, когда он является нашим потенциальным пользователем, да, вот он доставил заявку у нас на сайте или написал нам в социальных сетях, попадает в CRM-систему и с ним взаимодействуют на определенных этапах определенные люди. Поначалу это так называемый у нас лид-менеджер, да, который обрабатывает первичную входящую заявку, да, мы отлично вот как раз выстроили там эффективную работу в воронке лидов, так называемой, да, в CRM-системе, настроили роботов, автоматизацию, которая позволяет небольшому количеству лид-менеджеров обрабатывать достаточно большое количество заявок. Вот. Ну и дальше, когда мы, у нас есть такое понятие квалифицированный лид, да, или квалифицированный контакт, да, когда мы понимаем, что, да, это человек без руки, мы с нашими продуктами можем ему помочь, да, и после этого он попадает в воронку продаж. В нашем случае это привязка к региону у нас. Определенные менеджеры закреплены за определенными регионами, причем, опять же, Bittrex нам позволил автоматизировать, да, распределение, то есть у нас там лид-менеджер, получая ответы на вопросы, заполняет определенные поля, и при переводе на стадию воронки лидов, лид автоматически переводится в сделку, ну, в воронку продаж, сформируется сделка, контакт, и она фиксируется на определенного менеджера, на которого сразу встает задача, приходят ему уведомления, и он уже начинает работать с этим потенциальным пользователем, да, и помогать ему пройти этап. За счет того, что мы оцифровываем весь этот процесс, да, менеджеру не надо ничего держать в голове и в куче разных, там, блокнотиков, листочков и так далее, да, у него все по задачам, он приходит на работу, открывает свой перечень задач, и вот по этим задачам двигается, сразу ставя следующую, да, он закрыл одну задачу, связался с человеком, помог ему решить какой-то вопрос, и ставит следующую задачу, связаться там с ним через три дня, проверить статус, помочь ему там еще с чем-то, да, там, или проконтролировать передачу каких-то документов, вот, вот, и таким образом наши менеджеры могут вести достаточно большое количество вот таких вот потенциальных пользователей. Круто, при том, что ты рассказал про такую достаточно большое такое дерево, то есть я представляю просто, как это у вас все начерчено и прочее, и все это при этом в Bitrix24, когда есть возможность сопряжения с менеджером задач, с всей автоворонкой и воронкой, в том числе ручной, то есть все это реализовано в Bitrix24, класс. Да, да, причем самое классное, еще вот в чем в Bitrix, и мы там до этого пользовались другой CRM-системой, но перешли на Bitrix, потому что в Bitrix еще есть возможность реализовать последующие этапы, потому что у нас помимо того, что мы с человеком в воронке продаж находимся, да, и помогаем ему там пройти все этапы до получения кибер-руки, у нас на самом деле после этого наступают самые важные этапы, это, во-первых, производство этого изделия, да, и мы опять же, там у нас есть этапы производственные внутри, внутри Bitrix и дальше это протезирование, да, то есть когда мы произвели изделие, изделие мы делаем, там у нас часть изделия, она вообще индивидуально делается, да, под топологию, под размеры, под конкретного человека, но и само протезирование там есть, да, делается, где культиприемные гильзы, то есть это вот определенные процедуры, определенные этапы, которые также сформулированы и зафиксированы в Bitrix, и специалисты на разных этапах, у нас вообще там пользователь, да, наш, он там за время взаимодействия с нами, да, вот от первой заявки, да, это взаимодействует, ну, там, наверное, с шестью, с семью разными людьми на разных этапах. Мы стараемся, я уже говорил, там, это не хвостовство, действительно все оцифровывать, чтобы мы понимали, а что происходит, мы вообще в правильном треке, да, в нужном диапазоне, куда мы идем, докуда дошли, что поменять, и вот эти ищем, анализируем постоянно, это регулярная деятельность, и трекаем все задачи по их количествам, по проектам, по графикам, срокам, по исполнителям, и тогда нам понятно, а как человек работает, его активности, это же прозрачно и наглядно, и доступно, и мы этим стараемся действительно пользоваться, оно помогает управлять компанией. В реалтайме у нас ведется целая серия дашбордов, мы их даже разделили, потому что их стало много, верхнего уровня, которые именно для управленческих решений, и специализированные по направлениям. У маркетинга их там вот такой список, борода, у продавцов другой, ну, у кого-то там третий, и из него мы вынуждены собирать уже сливки, да, верхнеуровневые показатели, которые дают представление о картине в целом. Сколько времени новопришедшему сотруднику требуется на то, чтобы быстро вписаться и понять, и освоить, и начать? У него нет выбора. Нет, это понятно, что у него нет выбора. Самое первое, что происходит, он получает учетную запись почты и учетную запись в Битриксе. И самая первая задача, которая к нему прилетает, заполни свой профиль, посмотри правильные видосики и разберись с Битриксом, да, это твой инструмент повседневной деятельности. Ты в него вошел, так же, как в компанию, сразу в этот продукт. Вот там ты получил первую ориентацию. Как добраться общественным транспортом, какие у нас есть подразделения, кто у них руководители, как они выглядят, какие контактные данные, и что тебе нужно делать, по каким-то вопросам, куда бежать, да, где тут аптека, где тут еда, где что-нибудь еще. Насколько вот ваша отрасль, она в целом оцифрована, и насколько все качественно используют, хотя бы даже вот решение Битрикс 24 в части СРМ-системы, вот твоим ощущениям? Не знаю, это будет именно ощущение. Я скажу, что мы старались оцифровать все, что возможно, и продолжаем в этом ключе действовать, ибо киборгизация, она обязывает, да, этому. Мне интересно, куда движется моторика в будущем. Вот твое ощущение, твои внутренние прогнозы, как все будет меняться, и какими вы новыми опциями, новыми возможностями будете прирастать? В первую очередь мы хотим стать, ну, действительно, там, одними из лидеров в протезировании рук в мире. Вот. Мы четко понимаем, и многие вещи, да, многие вещи, которыми сейчас наши пользователи с удовольствием пользуются, сделали первыми в мире. Как вы будете менять качество жизни в будущем? Потому что в ряде твоем интервью я смотрел о сверхвозможностях, которые позволяют киберруки людям получить. Три аспекта есть очень важных для пользователей киберруки, которые вот мы сейчас очень хотим реализовать, да, преодолеть барьеры. С этим связаны. Первое — это возможность чувствовать. То есть сейчас человек, когда использует какую-то киберруку, он, когда берет какой-то предмет, он должен смотреть, как он его берет, достаточно ли крепко он его сжал, да, не выпадет он, не сломает ли он этот предмет, да, если этот предмет хрупкий. И у него должна обязательно быть визуальная обратная связь. Он должен видеть. Второй важный аспект — это проприцепция, так называемая. Это когда ты, если закроешь глаза и пошевелишь рукой, ты понимаешь, в каком состоянии у тебя, в каком положении рука находится. Сжата она, разжата, да. Даже если нету контакта с каким-то предметом, да, нету тактильного, ты все равно понимаешь, как у тебя, в каком состоянии, да, пальцы находятся, в каком положении находится рука. Есть третий еще элемент — это управление, да. Сейчас, по сути, у нас управление строится на электромиографических датчиках, вот. Но как раз вот мы сейчас находимся в поиске вариантов улучшения, потому что сейчас, по сути, управление, так сказать, триггерное, то есть можно сжать и разжать. Даже если у человека-кибер-рука с возможностью двигать каждым пальцем в отдельности, сейчас нет возможности посылать такой управляющий сигнал из тела. Вот. И это как раз подключение там, в том числе, к нервной системе, либо к мышцам, которые находятся у нас в руке, именно глубоко подключение, инвазивное подключение позволит этот вопрос решить. И вот над этим мы сейчас работаем. Ты сказал про страсть, что очень важно в бизнесе, и вообще, наверное, я бы сказал, не только в стартапе, но и в бизнесе в целом — это основное топливо. Что тебе позволяет сохранять твою страсть? Очень важна команда, очень важно отношение в команде. Это вот взаимодействие, да, то есть насколько мы с командой... Команда разделяет цели, да, мы двигаемся к этим целям. Очень крайне важно доверие, формировать это доверие, работать над этим доверием. Очень важно вот эта вот взаимовыручка, взаимоподдержка, да, как раз которая и позволяет сформировать это доверие. Как это круто. Синхронизация по вот целям, как командным, да, так и каждого у нас личные есть цели, которые вот должны так или иначе пересекаться в одном множестве. Твое ощущение, каким будет кибербудущее? Очень верю, что оно будет положительным и будет в плане положительным, что это будет абсолютная норма, и эта норма будет развиваться настолько, что наверняка люди аналоговые тоже уже будут смотреть и думать, мне бы такую штучку. Ты гордишься, что ты работаешь в моторике? Я горжусь, что я работаю в моторике. А вот что тебе позволяет вот ощущать, что ты делаешь что-то невероятное? Удачный продукт. Я мечтал найти что-то такое, какую-то сущность, которая будет созидательного характера, приносить наглядную, реальную помощь людям, улучшать их жизнь. При этом мы сформировали свою компанию, которая тоже растет, к нам приходят вовлеченные, яркие, всякие разные люди, творческие и технические, гуманитарные, как угодно. Ну, у них горят глаза. Вот виден результат, видна польза. Оно заряжает, оно дает энергию. Вот для меня это позитивная энергия, это такой источник энергии. Не знаю, как вам, но у меня твердое убеждение, что сегодня мы с вами побывали в будущем, в кибербудущем. Но мы, конечно, понимаем, что даже за этим кибербудущим стоят вполне реальные люди, вполне реальный бизнес и реальные дела. И мне очень нравится, что компания Моторика так интенсивно развивается, и в этом ей помогает Битрикс24. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в новом бизнесе. Битрикс24. Помогает бизнесу работать.